МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Той, которой занимаюсь я, она существует, скажем так, у нее получилось второе рождение в 2011 году. До этого она существовала на базе телестанции сети НН, а сейчас она существует на базе телеканала «Домашний». Главная фишка нашей школы – это то, что ребята обучаются и получают навыки профессионального журналиста, это репортера, корреспондента, ведущего, диктора. И при этом у них есть регулярная практика, они снимаются уже в еженедельной программе, которая выходит в эфир и которая, собственно, видит все. Это в программе «Один дома» вы говорите? В программе «Один дома», да, конечно. А каким еще профессиям вы готовите, ребят? Только ведущих или еще есть технические профессии, например, операторы, режиссеры? Нет, у нас ориентация только на творческие профессии. Тележурналисты, да. Именно тележурналист в различных его вариантах. И ведущий, и модератор, и интервьюер, и корреспондент. Ну, то есть вот в разных совершенно ипостасях, но именно чисто тележурналистские профессии. Хорошо, Татьяна, а вот программа «Один дома» полностью создается силами детей? Вы все-таки помогаете немножечко? Нет, конечно, мы помогаем, конечно. Вот наш, например, съемочный, мы выезжаем на репортажи на различные. Наша съемочная группа состоит из трех человек. Это оператор, профессиональный взрослый человек, это ребенок-корреспондент, это редактор. Либо я, либо редактор тоже нашей программы, Анастасия Макарова. Вот, то есть мы обязательно выезжаем на съемки. И, конечно же, мы стараемся предоставить ребенку максимальную возможность для импровизации, но если он начинает косячить, то мы ему помогаем. Понятно все. А большой ли штат у школы телевидения вашей? У нас 30-35 детей регулярно находятся в обучении и в практике. Больше не нужно, потому что просто мы не сможем всех показывать. Меньше тоже не нужно, потому что некому сниматься получается, потому что у нас дети абсолютно разных возрастов. Есть и младшая школа, и средняя звена, и старшеклассники. Наша аудитория – это все школьники. И, соответственно, понятно, к малышам мы 11-классника не отправим на съемки. Поэтому должны быть охвачены все возрастные категории школьников. И, соответственно, опять же, выбираем иногда корреспондент по половому признаку. Есть чисто мальчиши сюжеты, есть девчачьи сюжеты. Чтобы у нас был выбор в каждом возрасте, мальчики, девочки были. Вот именно для этого такая цифра 30. Вот она такая получилась. Магическая цифра. Да. Ученики вашей школы, когда взрослели, уходили работать на телевидении? Были такие уже? Да, постоянно. Это очень постоянная такая история. Очень многие ребята мои, ученики, сейчас являются тележурналистами. Или просто связанные с телевидением, с журналистикой, или с какими-то другими публичными профессиями. Вот, выбирают в основном вот это. Ну, вот, например, редактор нашей программы, Настя Макарова, это моя ученица времен сети НН, времен того «Один дома». То есть она туда пришла в качестве ребенка, и сейчас она работает со мной как взрослый корреспондент, редактор. То есть вы себе вырастили смену, грубо говоря. Да, да, в общем, можно и так сказать. Хорошо. А в субботу вот состоится подведение итогов конкурса школьного видео. Расскажите, вот что это за конкурс и как он проходил? Ну, мы объявили в начале года, вернее, даже, может быть, в конце, в начале, да, ну, в январе мы объявили о проведении этого конкурса и предложили ребятам в своей собственной школе снять что-нибудь интересное и прислать нам. Ну, дети очень такой активный народ, и особенно сейчас, когда современная техника позволяет практически каждому человеку что-то снять, они очень активно откликнулись и стали нам притаскивать свои работы. Причем, чем дальше, тем лучше, как снежный ком, тем больше они нам принесли очень много работ, все старались и были, ну, как совершенно откровенные глупости, ну, типа вот, что увижу, что пою, да, вот, мимо проходил и снял, там, как на перемене бесится. Да, да, все, что вот душа попросила. А есть работы, прям, действительно работы, когда люди работали по сценарию, музыкальное оформление, режиссура какая-то видна, то есть есть прям достаточно такие хорошие работы очень. А сразу были черновые варианты, работ вам присылали, или все-таки вы сразу их выставляли на конкурс? Или просили переснять, что-то доделать, какие-то рекомендации? Нет, нет, мы не редактировали, что прислали, то прислали. Вот у нас даже одна работа такая смешная была, там один маленький кусочек, то есть идет работа, снятая, видимо, на планшет, и в какой-то момент, я так понимаю, основной оператор попросил поддержать планшет другого человека. Второй оператор появился. Вдруг второй оператор появился, и рука второго оператора повернула планшет вертикально. И у нас вот идет совершенно нормальный такой репортаж, и вдруг он раз, ложится на бок этот репортаж. Ну, допустим, это был такой режиссерский ход. Нет, это была чисто техническая ошибка, вот, то есть даже вот такое, например, было. А у вас есть какие-то фавориты в конкурсе для себя, вы кого-то отметили? Да, конечно, есть работы, которыми просто вот восхищаешься и понимаешь, что они сделаны с душой и даже с мастерством. Вот вкратце расскажите прям пару слов о чем-то. Ну, например, мне очень понравилась работа из 165-й школы, где ребята сделали клип просто веселый. Они на самом деле там просто танцуют, но они танцуют в разных местах школы и делают это настолько с настроением, задорно. Ну, вот прям очень классный клип, это надо видеть, это не описать словами. И очень понравился такой сюжет, рекомендация, как сдавать экзамены. Очень шуточный, юмористический, такой красивый, хороший ролик, вот. Ну, такой интересный, с задумкой, вот. И очень понравилась в конце, там у них такая ремарка. Все, что вы здесь видели, не надо применять. Да, не надо повторять на практике и так далее. И ни один учитель не пострадал при съемке этого клипа. Да, что-то такое. Ну, там и уч... Вот, а, вот, что больше всего понравилось. Что во многих роликах принимают участие в качестве, ну, так сказать, героев, репортажей, зарисовок учителя. Они охотно идут вот на это и снимаются в роликах своих детей. Вот это очень здорово. Да, это хорошо, когда контакт учителя и ребенка не только в учебном процессе, но и в творчестве тоже. Церемония завтра, которая пройдет в Орленке, будет... Не завтра, 31-го. 31-го, простите, в субботу. Пройдет в формате премии «Оскар». Победителям будут вручать статуэтки? Да, у нас выбраны, обозначены 7 номинаций. Победителю в каждой номинации будет вручена статуэтка. Это будет такая большая, красивая, стеклянная, стеклянный такой квадрат, на котором нарисован смайлик, да, то есть выгравирован смайлик и название номинации. И, соответственно, будет еще восьмая премия «Гран-при». В ней будет отмечена лучшая из лучших работ, и этот человек получит, помимо грамот и статуэток, еще и планшет. Это главный приз нашего конкурса. На который можно снять еще один шедевр. Да. Дополнительная камера. Спасибо. У нас в гостях был руководитель детской школы телевизионного мастерства и программы «Один дом» Татьяна Гартман. В субботу состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Школьное видео». Не пропустите, приходите в Орленок.